Вспомните, дорогие друзья, хотя бы одно соглашение за все 25 лет, которое по отношению бы к нашей стране было выполнено. Будапештское соглашение? Хрен там нет. Забрали ядерное оружие, дали бывшее употребление пожарные машины, пожарные машины, да? Не было никакого договора. Обезглавили нашу страну, фактически обезоружили. И сегодня мы один на один с русскими, которые имеют самый большой ядерный потенциал. Вторая история. Европейский Союз и Украина. Пожали руки, договорились. Страна пролила кровь. Погибли молодые ребята за право нашему государству, цивилизованному, нормальному государству, которое все вышло на улицу бороться за свой европейский выбор, быть европейской семьей. Насколько мы продвинулись? Мы-то продвинулись. 144 изменения внесено фактически в тот план, который нам был предложен. Мы много поменяли, но с той стороны рука не протянута. Дальше. Безвиз. Тоже. Сколько обещаний? Нас не ждут там. Нигде нас не ждут. И сегодня также Минск. Минск-1, Минск-2. Я вам хочу сделать прогноз. Будет Минск-100. Будет Минск-100. Почему? Почему об нас вытирают ноги? Потому что мы никогда не были стороной в международной геополитике. Мы не были никогда стороной. Почему мы не были стороной? То сами виноваты. Парламент виноват. Администрация виновата. Кабмин виноват. Украинская политика виноват. И немножко виноват народ. Посмотрите, что происходит в парламенте. Сегодня пятница. 20 человек. Вчера было 40 человек. Позавчера было 60 человек. Условно говоря, на работе. Вахвата 0 и 50. Сегодня 16 было перед закрытием. Послушайте, нету единства в стране. Партии друг друга раздирают. И народ виноват. В чем? В течение 20 лет выбирают тех же людей, которые проваливали украинскую позицию в международных переговорах. Поэтому выход здесь только один. Не решим мы через Минск проблему с этой войной. Не решим мы через Минск ситуацию с Ордо на Востоке. Не решим мы через Минск возвращение Крыма. Не решим. Нам нужно сегодня всему народу объединиться и избрать в принципе новую власть. В принципе. Понимаете? И эта новая власть... Я закончу. Это очень важно. Я же ждал целый час. Эта новая власть должна обратиться к украинскому народу. Обратиться с призывом к единству. Если нужно, будем воевать за каждый кусок нашей земли. Если нужно, будем единым большим фронтом защищать Крым, защищать Восток, возвращать Восток. Нужно будет новые территории завоевывать. И повести новую элиту, нашу новую, повести нашу страну к этим победам. Нужна новая элита, которая придет на следующие 20 лет. И за 20 лет сделать эту страну лидером в Европе. И социал-демократическая партия готова взять за это обязательство. Продолжение следует...